всем добрейшего времени суток с вами свет не без этой жизни насколько понимаю данную игру необходимо проходить именно постепенно то есть по сюжетке сначала эмма потом улиса потом кельси потом мире и хельда дело в том что проходя им таким образом вы сможете понять максимально что за вторичные персонажи периодически появляются и тогда действительно я это заметил что именно в порядке таком вы сможете действительно понять почему там есть такой персонаж вот муж когда я начал проходить мире есть такой персонаж красотка и он находится вообще в другой какой-то главе с эммой например да я вот этого немножко в шоке ладно окей сейчас у нас прохождение массаж для эммы потому как мы предлагали массаж в самой первой переписке она это запомнила поэтому будем сейчас делать массаж мастер массажа в деле эмма будет в пасти то есть в восторге ну шо погнали бачару connection привет алекс не забыл про массаж привет нет конечно я помню уже вечер уже вечер я думаю можешь выезжать ко мне главное не забыть масла да отлично уже собираюсь и выезжаю буду ждать жди детка оу-ау прикольно слушайте ты выехал кэмми она стала готовиться к твоему приезду алекс такой хороший да сами это кто такой а черепашка боже я уже испугался сегодня хочу разрешить приз сегодня я хочу разрешить приставать ко мне ой у меня уже в мысль другой извините по приставать ко мне а слушайте так одно и то же приставайте по приставать ко мне блин прикольно окей кстати это впервые я читаю монолог другого персонажа обычно мы всегда с кем-то общаемся тут видим монолог чужого персонажа вообще жесть окей как думаешь он заслужил черепашка молчит ну конечно бы не черепашка молчит но если это рафаэль то думаю что да разрешил бы вот и я думаю что заслужил вот и я думаю что заслужил посмотрим как получится может ничего и не будет это уже так понимаю намек от разработчиков все зависит от него давай я накрашу реснички а то он приедет скоро так внимательно смотрим на ее реснички хорошо запомнил черепашка молчит бачару ком бачару косметик моя любимая разрабов что свою косметику уже делаете а я я я я шоу меньше не сообщили м м м начала краситься ты уже вышел на улицу вот лажа у меня нет у нас я же говорю массажное масло возьми чел я же тебе говори умение на сажу масло думаю ом это же его нет хорошо что мозги хоть работают надо зайти в магазин купить ты зашел в аптеку иначе выбирать массаж на ему этот персонаж был вроде бы в прошлой главе или нет да вроде бы он был в прошлой главе здравствуйте вам подсказать здравствуйте вам подсказать да мне нужно масло для массажа желательно не сильно дорогое давайте я вам расскажу а вы выберете давайте вот это более бюджетный вариант показывает это масло содержит в себе растительные эфирные масла аптекарь аптекарь боже такая п как будто l я уже топлю извините хорошо растирается и довольно жирная отлично помогает расслабить тело единственный минус что она густое и возможно не совсем удобно и эстетичная понял что это за масло показываешь это масло называется телефон разряжен это подороже но она существенно отличается от дешевого во первых она жидкая и будет растекаться о я пыль я представил поверить его есть массажист который реально делал жирным маслом и было неприятно мне как будто кожа по итогу царапала а есть реальное масло которое она очень нежно на реально растекается я пробовал это это масло название не знаю но она реально отличается это чувствуется во первых во первых она жидкая и отлично растекается по телу плюс в этом массе также есть различные пахучие масла а еще расслабляющие фирома фиромоны о да то что надо отлично подведет для моих романтических встреч выберите какой вам по душе я так понимаю короче у нас окраски выбора между помните где она сказала типа все зависит от меня да то есть я так понимаю что все зависит к кому масло выберем давайте выберем ну типа без вот этого самого кайкса короче выберем что подешевле будет давайте более дешевая но потому что мы пришли за более дешевым по факту до персонаж хотел более дешевая поэтому давайте выберем более дешевая думаю для первого раза и такое подойдет хорошо без проблем слушайте выглядит шикарно как будто реально как это не за как будто мед покупаем ладно вот ваше масло спасибо до свидания ты вышел с аптеки и направился как 100 к автобусной остановке ехать до эммы довольно близко поэтому ты не стал вызывать такси эмма покупаюсь пока алекс еще в пути надеюсь он не приедет момент когда я в ванной я так понимаю что именно в этот момент я приеду ты уже сел в автобус ох какой кайф слушать какая классная рисовка также а и сейчас я приеду в бесконечное лето я понял намек ты сел на автобус и начал ехать кэме интересно что делает эмма пока ждет меня она думает можно ли мне при поприсывать к тебе или нет ну ты купил плохое масло об этом ты не поприсываешь к ней только недавно познакомился с ней в магазине а уже еду к ней домой делать массаж кстати есть один человек которому я тоже хочу массаж сделать но с ними встретимся фиг знает когда через год может через два короче шанс на шанс но есть так что до кайфу ли варите ты продолжал ехать сложно исчезнутая боюсь в чем-то лажануть потому что здесь пока что только один выбор но намек был понятен что все будет зависеть от масла я купил более дешевое масло потому что наш главный герой в принципе ехал за более дешевым маслом это факт поэтому да я взял более дешевое мандариновые горы малиновый закат или что-то там было другое песни я забыл я рад ладно перемотать пожалуйста вперед я не хочу что потом я ничего ползать ты просто лишний раз а вот река у нас кончается вдруг тебе подошел дед попросил вступить место чел какое место ты посмотри вокруг вокруг никого нету он не ну раз дед прорисован то может быть даже уступим мой добр не а когда хлио как где-то звучит так я бабку озвучил подожди а как дед деда будь добр не будь добр уступи место старику колени совсем не держит лучше постойте даст и но слушайте если говорить по факту то место я бы в реальной жизни не уступил человеку которому но если был бы после работы из у самого ноги болели я бы не уступил ну типа ну как бы окей если это пожилой человек и места свободного много то я бы свой не уступил тоже это вторая причина вернее второй вариант расклад событий но по факту давайте как есть мне не жалко чел есть и хочется здесь есть тебя укачивать на других садись мне все равно можно будет сами скорее всего посидеть полежать я думаю там варианты будут поэтому чел без проблем садись на здоровье мне не жалко да садитесь я уже пожилых людей садитесь конечно спасибо мелок здоровья тебе на долгие годы спасибо и вам того же смотри ты нарядился смотрю то нарядился на свидание едешь угу как вы угадали девушки массаж делать буду но и еду о я в свои годы столько девок счастливыми сделал хочешь расскажу секретную тактику как сделать чтобы девушка плакала от счастья так дед давай расскажи мне эту жизнь понадобится давайте интересно так слушайте а реально ведь кстати говорит чел сейчас разработчики делал так что они реально вот мои мысли читают я не понимаю почему так работает лапоке ты ее бери грубо не оставайся не не оставайся нежным она ты бери и грубо но оставайся нежным это как типа страстным получается имеют суду я хорошо понял ладно окей я понял спасибо за секрет ты бери и грубо но оставайся нежным а потом бери нежно нас становись гробом надо быть в шоке от удовольствия уже зачем дед 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 мастер кунг-фу мастер обольщения дед спасибо за совет я так и сделаю вы продолжали ехать у меня вопрос почему я не сяду на соседнюю какую-нибудь на соседнее место здесь же все свободные места или сейчас скажут вдруг где-то исчезает вы попадаете в бесконечное лето в совенок сори но не могу не пошутить потому что для меня автобус это сразу совенок сори не могу не пошутить вы продолжили ехать ты встал на своей остановке и пошел к дому м почему встал так это надо скриншоте разрабам показывать в смысле ты встал на своей остановке может и вышел на своей остановке надо со скрин показать разрабам да и пошел к дому эммы спустя пару минут ты пришел к двери эммы ты достал телефон чтобы позвонить ей и увидел сообщение от эммы я оставил дверь открытый захоти и не забыть закрыть за собой ну хорошо ну хорошо эмма сейчас я зайду к тебе воу какая у нее большая квартира я разгляжу будем сушить а реально вообще большой коридор реально коридор очень большой но не забываем что эмма программист эмма программист в какой-то секретной компании где очень много запретов где нельзя много чего рассказывать эмма ты где эмма тишина стоп я слышу какие-то звуки эмма в ванной купается пойду-ка гляну ты подошел к двери в ванную и точно понял что это купается эмма незаметно забрать у нее одежду пойти приготовить комнату к массажу эмма в жизни как бы я поступил давайте думать эмма честно придя к чужому человеку одежду я бы не стырил мы с ней знакомы недавно я так понимаю хотя раньше мне она нравилась поэтому давайте я вски ну я пришел массаж делать поэтому давайте не будем наглеть а по а погоди совет деда ты будь грубым но бери ее нежно а потом будь нежным становясь грубым слушайте давайте по совету деда пойдем все таки раз мы уступили ему место давайте воспользуемся его советом незаметно забрать у нее одежду ты решил подшутить над эммой аккуратно приоткрыл дверь и забрал ее одежду парам пам пам посмотрим что она будет делать в такой ситуации ладно не буду терять времени нужно подготовить комнату к массажу а то есть мы делаем два дела за короче двух зайцев за один выстрел прикольно так ну совсем не романтично у нее красивая спальня но для массажа скучновато нужно подготовиться слушать а что это за кровать такая что-то какие-то слишком ярко выраженные углубление я не знаю как это правильно называть но у меня такое ощущение что я не понимаю что это за кровать такая с углублениями серьезно ну короче я понять не могу ладно окей сейчас зажигу свечи и будет красиво сотню свечи что ли зажигая вы че издеваетесь ладно давайте на паузу ну что мы зажгли сотню свеч это вообще это где мы свечи взяли у меня вопрос к разработчикам но ладно это видимо уже окей о другое дело красотище начать радоваться и прыгать на кровати ждать ему ребят я давайте по факту придя в гости вот радоваться чему красотище и прыгать на кровати короче давайте не будем портить кровать поскольку мы видимо все подготовили давайте возьмем более адекватный вариант ждать ему ты спокойно сел и начал ждать пока эмо выйдет из ванной но мы же помним что в одежду не это самое одолжили да именно должны вдруг эмо начала кричать из ванной эй алекс ты уже здесь да а что где моя одежда о ей сейчас мне влетит м что случилось где моя где моя одежда откуда я знаю я не трогал ее мне кажется ты врешь это ты ее взял ладно это я взял эй а ну отдай или я обижусь на тебя а что мне будет если я дам одежду ладно держи давайте платный вариант оставим на как говорится на чуть-чуть позже мы так всегда делаем поэтому ладно держи ты протянула им одежду она тебя ущипнула ой за что действительно чел за что за то что моя одежду взял все жди меня в спальню все иди и жди меня в спальню иди и жди меня в спальне может но окей хорошо может у меня с русским проблемы хорошо о все я вернулась может как она выглядит классно привет алекс уже здоровались привет м а это видимо я понял типа это на тот случай если мы ни разу с ней не виделись окей хорошо понял да просто типа новый вариант сюжетки муки ух какая-то красивая я даже разволновался вообще по факту да все таки мы сотню свеч зажгли для нее ты тоже ничего ты тоже ничего здесь так красиво не перестаю дышать мне нравится как ты подготовил комнату для тебя старался ложись в кроватку пока она тепленькая с ванной ой хорошо м м лягла тоже скриншот лягла на кровать и закрыла глаза что сейчас будет сейчас я тебя хорошенько разотру дешевым маслом за 100 копеек не закрывать не открывай глаза угу и мы лежит а почему эмма лежит описано как имя блин я тупанул успеваю нажимать на точки правильной кнопки что понимаете сейчас окей проверим короче я не понимаю что делать на самом деле но проверим а все понял 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 вот это стоны ой 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 только я умоляю без оргазма хорошо а то я я волнусь да не надо ты начал делать массаж имя познаете эмма лежит вот это надо за скрин потому что почему просто эмма надо мне так хорошо просто восхитительно работаешь руками ай делай со мной что хочешь что господи не надо как скажешь малышка ты взял эму за грудь и начал нежно ее сжимать ты уже перешел к другому массажу не погиб ты уже перешел в другом массажу да лежи тихо мне нравится алекс ты достал свой фильм я так понял я понял что короче и уперся им и и просит боже господи помилуй и начал упираться им ее короче начал короче пользоваться советом деда который сделал счастливым много девушек я понял ой ты готова к этому у меня что-то твердое упёрлось чуть ниже живота уберите свой локоть пожалуйста хозяин это не локоть это нос ладно окей все шучу шучу ты готова к этому нет давай сегодня без проникновения простите вырастать девственник это трудно читать давай сегодня без кожи без проникновения боится тогда готовься к другому что я забыл как я там звучу вообще привет алекс что ты делаешь что ты сделаешь испуганно вместо этого ты схватил ее за ножки и засунул между их свой агрегат имеется между коленом вернее с обратной стороны колен между мышц между бицепсом бедра и между икрой что ли между икроножными мышцами и обратной части бедра и я где просто не понимаю я твои ножки эмо да что господи фу помните в прошлой серии я сказал про то когда нет им песиком назвали типа я говорил это прям как в приколе про человека бензу пилу в переозвучке там типа это макима пошутила что она разрешит ногу свою короче боже мне кажется что я попал в это аниме ладно окей да сейчас залив твой животик курс а я понял позже а почему тогда он раздвинул если набор должен был и сдвинуть типа чё за бред и как бы все ладно забейте меру фантазии видим это пошла ой алекс ой да размазывая по а не над о да размазывай животик да да ты такой красивый ложись ко мне теперь я обняла тебя и начала смотреть тебе в глаза а чем мы займемся завтра мы сможем встретиться о ну завтра иду на работу я же программистка все-таки помню тебя буду ладошки а так это эмо да ты же знаешь то это надолго и как после работы мне особо не хочется никуда идти этот его это в офисе работаешь да да а что а туда пускают кого-то кроме работников ну вообще нет но работники могут приводить своих знакомых так в смысле и есть значит что пускают кроме работников что за бред лампу только нужно себя спокойно и ничего лишнего не трогать может возьмешь меня с собой ты будешь делать а что ты будешь ждет пока этом работаю буду тебе мешать посмотрим где ты работаешь давайте в шутку у нас к романтической атмосферы думаю она поймет шутку буду тебе мешать работать ты странный скрин потому что непонятно почему к такой вопрос или может быть надо ты издеваешься в аноке тоже но непонятно не надо меня отвлекать от работы я этим зарабатываю на жизнь ну и что один день можно побаловаться облаваться не так не пойдет лучше тоже работу найди а то бездельничаешь ноги мы это самое собака да как найдешь возвращайся то есть мы не встретимся завтра ну нет прожим сейчас немного а потом ты увидишь домой понятно вы полежали еще некоторое время а потом ты уехал домой из твоей наглости встречи завтра не будет смысле а неужели нельзя понять что это была шутка тоже бред какую-то ладно спасибо за просмотр завтра будет новое прохождение всем пока всем добра